Дзюдо аспекты Дзюдо можно рассматривать как воспитание личности можно рассматривать attended физическое вяжем которые занимаются Для интеллекта Тут можно рассматривать как игру в конце концов это спорт Интересный спорт, который очень глубоко увлекает за собой, от новичка до мастера. Ты постоянно совершенствуешься и растешь в различных аспектах. Дзюдо для меня много чего. Ну, а если вот так, может быть, вот так, если сжать это все и одним выстрелом сказать дзюдо – это игра. Спасибо. Еще вопрос. Как вам формат такого проведения мероприятий в области дзюдо, как вы сегодня присутствуете на этом фестивале? Ну, формат интересный. Он, во-первых, не распространенный, редкий. Чаще всего проводится в виде соревнования. А здесь все-таки добавляются более широкие всякие аспекты и мастер-классы, и тренировки, и соревнования не только в, скажем, в схватках, но и в физической подготовке, в технике. Интересно. А что бы вы могли пожелать людям, которые еще, допустим, не пришли в зал дзюдо, да, но и которые еще даже не знают, что такое дзюдо, что бы вы могли сказать, чтобы их, ну, сподвигнуть к тому, чтобы они пришли на дзюдо? Или в клуб дзюдо заниматься? Дзюдо делает людей уверенными, прежде всего, по жизни. Не важно, чем вы будете заниматься, вы становитесь уверенным. Дзюдо начинает изучать среди, ну, как бы, изначально, а среди прочего падению. То есть, учат падать. Каждое падение, и после этого человек встает. Падает и встает. И так он идет по жизни. Если он упал, он может встать. Для него это несложно. А он становится сильным духом. Главное, сильным духом людей встать после падения. Спасибо большое. Желаю вам успехов. И это самое главное. До свидания. До свидания.